Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Начинается утро на Болткоме. Всем говорим доброе утро. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. 4 ноября. Среда. И, собственно, сегодня еще в Америке. 3 ноября и заканчиваются, закрываются избирательные участки, уже заканчиваются, начинаются, точнее, подсчеты голосов. И сегодня у нас будет такой специальный эфир. Мы будем на протяжении, ну, наверное, всего дня комментировать, обсуждать итоги выборов в Соединенных Штатах Америки, выборов президента. И начнем мы это обсуждение с политологом, профессором политических наук Андреем Бердниковым. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Доброе утро. Можно ли начать, может быть, с такого шутливого вопроса, в котором, конечно, есть тоже доля серьезности, что выборы американского президента настолько важны, что нельзя их доверить просто американцам? Это я к тому, что постоянно в Америке подозревают какое-то вмешательство в выборы и там третьих стран. Ну, это говорит, наверное, может быть, действительно о том, что эти выборы настолько важны для всего мира, что, может, было бы справедливо всем миром и выбирать американского президента. Нет, ну, это, конечно, шутка. Это интересов каких-то даже сугубо локальных. На самом деле, конечно, это право американцев решать, как они дальше будут жить. И здесь, конечно, вы правы только с точки зрения иронии. Но мы видим, что пока вот по последним, самым последним данным, 223 на 204, это имеется в виду, вот голоса выборщиков пока разделяются и впереди Байден. Байден, Трамп проигрывает, хотя, собственно, не теряет надежды на победу. Но насколько вот в Соединенных Штатах Америки, ведь действительно очень сложная такая система противовесов, там существует Сенат, Конгресс, Верховный Суд, которые уравновешивают, то есть президент, может быть, не обладает абсолютной полнотой власти. Насколько вот может поменяться кардинально политика с выборами другого президента, насколько это вот возможно? Нет, ну она сильно не поменяется. То есть, если мы говорим вообще о ситуации, скорее, о международной политике, о таких вещах, ну немножко там, конечно, будет корректироваться. Трамп-то точно настроен больше все-таки на внутреннюю политику. Демократы в последнее время смотрели действительно на себя, как такого носителя демократии в глобальном масштабе. Но здесь, говорю, институты играют более важную роль, чем президенты, и поэтому, в общем-то, здесь не столь важно. Скорее, если говорить о тенденциях, которые, мне кажется, существенны для всего мира, это даже не такие вот чисто геополитические вещи, которые в какой-то мере, мне кажется, будут продолжаться, как они и были раньше, как они были при Обаме, при первом сроке Трампа. Я вообще таких очень существенных отличий не вижу, несмотря на то, что понятно, что риторика разная. Ну и у Обамы была разная риторика, допустим, на первые четыре года правления, во вторые четыре года правления. А вот, скорее, смена вот этих культурных трендов в самой Америке, что однозначно повлияет и на остальной мир, вот это вот, скорее, такой интересный феномен, на мой взгляд, потому что, ну, конечно, меняются обе партии существенно, и не в последнюю очередь, допустим, республиканская партия меняется сильно под влиянием Трампа. Мне появилось за последние годы очень много новых повесток, которые не были существенны республиканцам до этого, и это привнес именно Трамп, допустим. А какие, ну, вот если можно привести... Ну, допустим, антиэмигрантская оппозиция, несмотря на то, что избиратель республиканцев, он все-таки всегда был такой более консервативно настроенный, более скептический к чужакам, все-таки элита республиканская всегда была проэмигрантская, это больше они, конечно, смотрели на это с точки зрения, что рабочая сила нужна, что эмигранты, ну, чисто идеологически даже не важно, что это сейчас происходит, роботизация, автоматизация, может, это уже сила рабочая, так и не нужна, но как-то идеологически все равно они смотрели, что эмигранты привносят что-то в Америку позитивное, и республиканцы в этом смысле мало отличались от демократов, они тоже были, в общем-то, проэмигрантской партии, и всегда американская политическая элита, она, в общем-то, и скорее превозносила внос эмигрантов, нежели, говорю, что здесь существуют какие-то риски. Естественно, были отдельные штаты, где на локальном уровне были антимигрантские позиции, но с президентской, с уровнем президента, это, наверное, первый раз, где Трамп озвучил такие вещи, ну, по крайней мере, за последние, ну, начиная с середины 20-го века, я думаю, что он первый был, кто так ярко об этом говорил, ну, не ярко, имею в виду, как раз громко. Вот, вторая вещь, что тоже изменила позицию республиканской партии именно под влиянием Трампа, это, конечно, то, что республиканская верхушка, ну, Белый дом, если мы берем конкретно вот последние выборы, оно стало такой скептически к международной торговле, что тоже республиканская партия была даже еще большим двигателем того, чтобы, нежели демократы, чтобы заключать всевозможные, ну, выгодные для Америки, может быть, для Европы в первую очередь всевозможные договора, ну, не только, конечно, Европу здесь касается и вообще всю, и континент, связанный с Латинской Америкой и вообще Северную Америку в целом, включая Канаду, все эти нафта, все эти договора, они были во многом поддерживаемы всегда республиканской партией. Сейчас Трамп уходит от этого, он говорит чисто о протекционистских вещах, что, в общем-то, международная торговля может быть даже каким-то вызовом, и она может нести риски, и надо концентрироваться на экономике внутри страны. Вот эти вещи, я считаю, что в республиканской партии сменились акценты благодаря Трампу, ну, и в демократической партии происходят всевозможные новые изменения, она сильно качнулась влево за последнее время, хотя сам Байден все-таки здесь в каком-то смысле является нетипичной фигурой. Скорее, если говорить о общих тенденциях демократической партии логичнее бы, чтобы были бы в таких рядах люди, как Берни Сандерс, беря внимание эти тенденции, но элита все равно республиканская как раз здесь имеет какие-то свои рычаги не пускать такое радикальное крыло демократов, хотя народ и молодежь уже в первую очередь поддерживают демократическую партию именно из-за вот этого левого уклона, как мне кажется. Можно ли говорить действительно о том, что существует какое-то такое возрастное, то есть молодежь больше симпатизирует демократам, а люди пожилого поколения с более, может быть, консервативными ценностями выступают за республиканцев? Я думаю, что есть и такой. И здесь, по-моему, возрастной элемент, он тоже играет роль, возрастной фактор, но здесь очень сильно играет традиционное вот это деление на красные и синие штаты, на север-юг, мегаполис, там периферия, потому что, в общем-то, если мы говорим о Техасе или, допустим, каких-то Алабаме, Арканзасе, там и молодежь настроена и растет вполне в консервативных традициях. Но если говорить в целом о тенденции, то наверняка этот возрастной фактор тоже присутствует, потому что, ну, молодежь, она по всему миру сегодня склоняется больше к левым позициям. Это, я думаю, что даже не какие-то идеологические тренды играют роль, сколько, действительно, вот эта нестабильность постоянная в мире, ну, касательно там работы, касательно, не знаю, даже пособий на учебу. И из-за этого молодежь, в общем-то, стремится к более какой-то солидарной экономической политике и поддерживает людей, которые ее предлагают. Ну, это не секрет, что молодежь не только в Америке, во всем мире, она все больше работает на каких-то фрилансах, премиальных контрактах, и нет из-за этого уверенности в завтрашнем дне. И часть молодежи, она, особенно касается Европы, голосует и за правых популистов, но большая часть голосует как раз именно за левые, ну, их называют прогрессивными силами, мы можем использовать слово прогрессивские, чтобы, может быть, обозначить более-то идеологическую составляющую, но это тенденции, это тенденции налицо, я думаю, что в Америке они в некоторых аспектах сильнее даже, чем в Европе. Вот меня всегда удивлял немножко такой, мне казалось всегда парадоксом, то, что Латвия, казалось бы, по, ну, если брать вот такую нашу консервативную элиту, национальную элиту, она должна была бы быть как будто бы ближе именно к республиканцам, то есть вот какое-то, ну, очень отрицательное отношение к миграции, отношение отрицательное, там, скажем, к гей-бракам, там, ну, такие патриархальные представления о семье, ну, которые продвигаются вот национальным объединением, но они как будто бы симпатичны всему обществу и нашей вот политической элите, но тем не менее у меня складывается впечатление, что больше все-таки вот наша политическая элита ориентируется на демократическую партию и гораздо более симпатизирует в демократической партии, нежели на республиканской, хотя, казалось бы, по вот идеологическим каким-то векторам они были бы, ну, все должно быть наоборот. Да, ну, здесь надо сказать, что это не всегда так, а здесь зависит от президента, просто редко с республиканской стороны бы что-то выдвигается такой президент, который, допустим, был бы во всех отношениях симпатичен, очень латвийским политикам, ну, беря внимание даже высказывания там в сторону России и вообще разговоры о геополитике, но здесь именно играет роль личности, потому что мы можем вспомнить яркий пример – это Маккейн, который был республиканец, и, естественно, здесь однозначно симпатии латвийского эстеблишмента были на его стороне, просто он один из немногих республиканцев за последнее время, который, ну, действительно, выступал с такой точки зрения, что Америке надо активно более вмешиваться, ну, восточноевропейское или постсоветское пространство, там, Маккейн говорил много слов о Грузии, и в этом смысле как раз вот, если мы вспомним те выборы первые, когда Обама баллотировался на первый срок, где была выборная борьба между Обамом и Маккейном, там как раз наоборот, симпатии латвийских политиков были однозначно на стороне Маккейна. Другое дело, что, когда пришел Трамп, здесь, я понимаю, что его риторика по поводу того, что Америка должна сконцентрироваться на своих делах, я беру внимание, что он там в отношении Путина говорил неоднозначно, это, естественно, настораживало наших политиков, но был бы кто-то сейчас на месте Трампа в духе Маккейна, Джона Маккейна, так однозначно бы поддерживали бы его. Вообще, если говорить о национальном объединении, вы упоминали, то там много из известных первого ряда политиков все-таки поддерживают Трампа. Ну, тоже это, опять же, не позиция партии, это можно судить только по Фейсбуку, но здесь не так все однозначно, хотя большинство партий у власти, да, я согласен, что они не говорят об этом прямо, это понятно, что об этом политически невыгодно говорить из-за того, что всякие исходы выборов могут быть, им надо работать будет с тем президентом, который будет, но чувствуется, да, что я здесь согласен с вами, что симпатии скорее на стороне Байдена, это именно касается того, что Байден скорее в глазах наших местных политиков является тем, кто, скорее всего, будет больше вмешиваться в международную повестку и больше поддерживать балтийские страны, восточноевропейские страны и так далее. Можно ли уже как-то прогнозировать, ну, или вот предположить, насколько изменится отношение с Соединенными Штатами Америки, Латвии, и какую вообще роль могут сыграть эти выборы в нашей уже политической, экономической жизни, вот выбор между Байденом и Трампом? Ну, вот я думаю, что все равно, если мы говорим о таких более геополитических вещах, ну, сильно ничего не изменится, и Трамп, в общем-то, сильно ничего не изменил. Так же у нас посольство, как работало и работает, Трампа, по всей видимости, заботит больше всего отношения с такими, ну, действительно крупными глобальными игроками, как Китай, вот там он, может быть, какие-то коррекции пытается внести, вот Китай, Израиль, хотя Израиль маленькая страна, но очень существенно геополитически, а что касается более маленьких стран или стран Восточной Европы, то в целом, мне кажется, здесь будет инерция идти, это больше будет, этой проблемой будут больше заниматься все-таки внешнеполитические ведомства независимости от президентов. Ну, на уровне риторики, конечно, я думаю, что Байден, он будет более критичен по отношению к России и более дружелюбен по отношению, по крайней мере, ну, к балтийским странам здесь никто из них негативно не выражался, но, скажем, если мы говорим о Западной Европе, там, Франция, Германия, ну, или даже отдельные политики Великобритании, здесь Трамп позволял себе, допустим, некоторые критические замечания, которые явно другие президенты не позволяли, которые чего не позволит себе Байден определенно. И в этом смысле, ну, наверное, какое-то усиление так называемой трансатлантической связки, оно будет усиливаться, потому что Трамп, ну, все-таки он однозначно сказал, что экономические отношения должны двигать все это дело НАТО, и это хорошо, но это тоже должно быть на основе рыночных отношений. Ну, не рыночных отношений, а, скажем, вы должны вкладывать свою лепту, если вы хотите, и защиту, но Байден в этом плане, конечно, он считает, что в политических интересах Америки все-таки это трансатлантическое влияние со стороны Америки удерживать и быть крепкими союзниками с Западной Европой, в том числе с Евросоюзом, а это уже касается и Латвии. В этом смысле, наверное, в какой-то мере Байден, может быть, более прогнозируем, но я еще раз повторюсь, что, в общем-то, сильно действительно президент ничего, не то что изменить не может, я думаю, что и мотивации сильной нет, что-то менять именно на этом фланге, потому что это не дает никакие особо дополнительные очки, плюсы или минусы, здесь скорее они могут соревноваться, что же будет после выборов с проблемами, которые внутри самой Америки, куда это приведет. А если говорить вот о отношениях Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, вот насколько Латвия, которая обычно всегда как-то прислушивает, ну то есть находится в таком нервозном положении, потому что вроде бы не хочется ухудшать отношения и ни с той, ни с другой стороной, вот насколько приход Байдена может как бы снять эту проблему, то есть если улучшатся отношения Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, не будет такого противопоставления, может быть и Латвия будет легче вот в этом моменте? Не, ну она будет, конечно, имею в виду Латвии, другие Балтийские страны и вообще Восточная Европа, они будут чувствовать себя, конечно, комфортнее, потому что, что касается нашего региона, ну элитам, ну явно не по душе, что происходят какие-то трещинки, небольшие трещинки, но все-таки между там НАТО и Белым домом, это, конечно, на руку берет внимание, что безопасность это все-таки одна из важных повесток для нашего региона, то есть комфортнее чувствовать себя будут, но опять же мне кажется, что здесь, как я уже упоминал, никаких таких особых изменений-то и быть не может, ну я не могу представить, даже если придет человек куда радикальный, Трампа, чтобы Америка как-то ну стала выходить из этих международных структур, ну это в принципе действительно, ну не на повестке дня ни у какого из возможных президентов на данный момент в Америке, по крайней мере, все-таки очень много чего заточено в Америке именно на международной повестке дня и на международном влиянии в том числе, и здесь можно говорить, здесь может быть разная риторика, может быть какие-то коррекции, но существенно, пока я не вижу каких-то возможностей здесь что-то изменить, ни для одного президента, я не думаю, что Трампа тут даже очень сильно и хочет, скорее всего, он действительно как человек бизнеса, он пытается больше преподнести себя как человек таких экономических калькуляций и скорее критика, ну не критика, скорее его более такое пессимистичное отношение к НАТО, очень умеренно пессимистичное, оно связано с тем, что недоволен, что Америка там содержит какие-то мощные международные структуры, которые, по сути дела, обеспечивают безопасность не только самой Америки, здесь об этом речь была, а не то, что он как-то пытался бы сказать, что он не разделяет повестку НАТО геополитически или с военной точки зрения, такого он никогда не говорил. Но вместе с тем, вот мне кажется, что мы наблюдаем некоторое вот какое-то слоение, разделение идеологии, вот если мы говорим про Европу и Соединенные Штаты Америки, Европа сейчас как-то очень стремительно движется в сторону консервативных ценностей, мы видим какой-то страх во Франции, например, перед исламистами, мы видим, что в Польше запрещают аборты, и вот какие-то такие вот события, которые происходят, они говорят о том, что как-то вот движется все-таки в правую сторону консервативную какое-то и общественное мнение, и политики следуют за, собственно, своими избирателями, в то время, когда в Америке происходят обратные какие-то процессы, и вот эти процессы вот связанные с положением афроамериканцев и нетрадиционных сексуальных ориентаций, вот не может ли, ну как по-вашему в ближайшее время, если вот Байден, скажем, победит Трампа, эти противоречия между Европой и Америкой будут нарастать, или все-таки они каким-то образом, ну не будут иметь вообще никакого значения? Ну, на мой взгляд, они будут иметь второстепенное значение, поскольку сотрудничать, пытаться в тех областях, которые эти вещи, ну вот эти новые, скажем, тенденции не касаются, потому что тут, ну если говорить даже вот этих усиления консервативных тенденций, то скорее мы здесь все-таки можем говорить прежде всего о Восточной Европе, ну и вот вы упомянули Польшу, здесь, конечно, Венгрию нельзя не упомянуть, там Чехия, Словакия, вообще Вишеградскую группу так называемую, ну и другие страны Восточной Европы в том числе, где эти тенденции сильны. Франция здесь скорее такое, кажется, ну скорее такая реакция на события, вот на террористические акты, которые произошли, но в целом если мы говорим о Западной Европе, я бы не сказал, что там сильно усиливаются правые тенденции, скорее всего, как раз они усиливались после кризиса 2008-2009 года, вот тогда многие об этом говорили и замечали, что действительно правый, ну то, что называют правым популизмом, он нарастал, сейчас он немножко такой замороженный стадий, как мне кажется, и все-таки двигают повестку такие центристы в Европе, все-таки Макрон, он тоже скорее, ну такой леволиберал по своим взглядам, и с этой повесткой он и победил, поэтому здесь я бы не сказал, что Западная Европа уж так сильно отличается от Америки, хотя Америка, конечно, на несколько шагов в плане продвижения, то, что называется прогрессивные или прогрессивные ценности, она впереди, потому что если мы говорим даже, упомянули отношения к сексуальным меньшинствам в Америке уже или отношения к афроамериканцам, здесь есть, конечно, то, что называется структурный расизм, где действительно много лет машина работала на укоренение всевозможных стереотипов в обществе, но если мы поговорим даже в глубинке, даже в Арканзасе и в Алабаме с каким-то американцем, ну у них отношение к, скажем, к однополым парам, оно не такое негативное, скорее у них отношение, что мы, что скорее это твое дело, как ты живешь, и мы принимаем тебя любого. Вот такой нетолерантности, как в Восточной Европе, в Америке нету давно, она ее преодолела, в том числе и отношение к афроамериканцам, где сейчас идет там раскол, это скорее в такие вещи второстепенные, которые до Европы еще не дошли, но на мой взгляд они второстепенные, хотя, опять же, я могу судить только с колокольни, сколько это уже сами они должны решать, что для них действительно является существенной вещью или нет, но вот если мы говорим, допустим, наследие юга, там флаг Дикси, вот эти вещи или там статуи, вот сейчас в основном об этом идут основные конфликты, а не то, чтобы разрешить однополым бракам там регистрироваться и так далее, мне кажется, что как раз Америка здесь уже впереди, Европы во многом, хотя, конечно, не все штаты, но тенденция идет прямо, а вот именно вот вещи касаются политкорректности, здесь есть некоторое противостояние со стороны южных штатов, потому что они считают, что вся политкорректность, она идет против свободы дискуссий, ну а скорее вот у мегаполисы крупные, где более прогрессистское население, они считают, что нет во имя уменьшения дискриминации, надо и, грубо говоря, фильтровать то, что действительно звучит, по крайней мере, в публичном поле, включая там Твиттер, Фейсбук и так далее. То есть, если мы говорим о вызовах, я все-таки этих культурных противостояний между Западной Европой и Америкой не вижу, эти культурные противостояния или противостояния, как мы говорим, консервативные ценности и леволиберальные ценности, они скорее с нашим регионом могут иметь какую-то конфликтную составляющую, но это не будет никак отражаться на сотрудничестве между регионами, потому что сотрудничество прежде всего формируется в других областях, независимость этого. Америка не станет однозначно использовать посольство, чтобы продвигать каким-то более-менее навязчивым образом какие-то прогрессистские ценности здесь в Латвии. Она может вывести там, не знаю, радужный флаг, например, но это все равно не уходит в широкую повестку, в какую-то широкую повестку, чтобы это как-то навязывалось. Она просто высказывает свое мнение о какой-то проблеме. В общем-то, наши элиты смогут спокойно с этим жить, не обращая на это внимания. Им главное, чтобы происходило сотрудничество в стратегически важных для них областях. Это безопасность, это какая-то политическая поддержка, это в меньшей степени, если мы говорим в Америке, наверное, экономическое сотрудничество, хотя тоже может быть существенно. Но в первую очередь, конечно, безопасность. И здесь я уверен, что эти культурные различия не повлияют. Часто ли американским президентам не удается использовать вот этот административный ресурс, чтобы остаться на второй срок? Потому что, казалось бы, у действующего президента должно быть такое преимущество. Он постоянно на экранах, он имеет возможность... Мы все прекрасно понимаем, что этот административный ресурс очень часто бывает, как белые начинают и выигрывают. На моей памяти вот Джимми Картер и Джордж Буш старший. Вот два примера, когда за последние какие-то, не знаю, 40 лет два президента не смогли остаться на второй президентский срок. Вот что, по-вашему, может быть, делает неправильно Трамп из того, чтобы использовать этот ресурс и остаться, получить какое-то преимущество перед Байденом? Я думаю, что там административный ресурс не обязательно все-таки играет такую роль, как он играет роль, опять же, в более авторитарных странах, где действительно в оппозиции ограниченные возможности представить себя на каких-то центральных площадках информационных, и из-за этого действительно могут уступать рейтинги чисто из-за того, что люди как-то недостаточно знают про повестку политическую, оппозиции и так далее. В Америке все-таки система настолько открыта, настолько она… Несмотря на то, что там, естественно, существуют свои табу тоже, существуют свои табу в определенных сферах, но эти табу никак не касаются именно политической борьбы и сферы политики, потому что что-что, а вот президента и людей, стоящих в власти, ты можешь критиковать, как хочешь, и здесь, в общем-то, даже в какой-то мере это считается и позитивной тенденцией. Если, допустим, где-то ты можешь в какой-то из стран авторитарных ты можешь за это и срок получить, за оскорбление чести и достоинства, допустим, президента, то посмотрите, что пишут там на майках, на плакатах люди в Америке, и это понятно, что они этих вещей не боятся, и поэтому здесь не только играет роль какое-то появление на телевидении, тем более телевидение той же Америки, но оно не контролируется властью, в общем-то, частные каналы, и здесь понятно, что деление, оно скорее идет идеологическое, этих крупных каналов, и там нет такого, что какая-то партия доминирует над другой, если мы берем в целом картину. Твиттер и Фейсбук тоже являются важными ресурсами в Америке, и там тоже, в общем-то, дискуссии достаточно свободны, хотя все больше и больше, возможно, и вмешиваются транснациональные компании в политику тоже, чем, кстати, недоволен Трамп. Ну, то есть, что я хочу сказать, что административного ресурса в том плане, как мы понимаем его тут, что это возможность просто в публичное пространство не пускать своих оппонентов, в Америке такого просто нету, и можно сказать, что единственная возможность для президента остаться на второй срок, это все-таки действительно попытаться, по крайней мере, в период, приближающийся к выборам, как-то себя мобилизовать и сделать, может быть, какие-то, ну, назовем это популистские вещи или вещи тех, кто будет симпатичны населению. В этом смысле, конечно, ковид подпортил Трампу его, так сказать, работу именно в предвыборный период, хотя, с другой стороны, есть и такие эксперты, которые говорят, что в какой-то мере это же сыграло на руку. Мне трудно представить, как. Мне кажется, что это как раз сыграло против Трампа из-за того, что экономика, были однозначно улучшения, Трамп еще был довольно умел, это мог предписать себе, хотя кто-то говорит, что это инерция еще с предыдущей администрации, опять же, здесь можно спорить, но, по крайней мере, в общественном мнении сложился такой стереотип, что это благодаря Трампу новой политике стала улучшаться экономика, но тут вирус немножко подкосил, поэтому действительно сейчас результат трудно предсказать, но административный ресурс, опять же, как мы понимаем, вот тут, но в Америке он не играет такой роли большой, абсолютно. Может ли случиться так, что Трамп не признает итоги выборов в случае, если они будут не в его пользу, ну, поскольку он неоднократно высказывал сомнения по поводу голосов, которые были получены по почте, ну, очень много ведь американцев проголосовало по почте, и вот если будут оспариваться эти выборы, ну, вот эти голоса, это не может ли привести к какому-то, ну, не знаю, конституционному кризису в Соединенных Штатах Америки? Ну, вот это, как раз, очень важный, на мой взгляд, вопрос, интересный, потому что, да, это та тенденция, которая настораживает, и неспроста последние дни уже там, хоть и в городе Вашингтон, и в Нью-Йорке, там заколачивают витрины, боясь, что будут какие-то погромы, ну, в Портленде в том числе, и в Сиэтле, тоже в какую-то мере, ну, вот вчера я видел репортаж про Портленд, там все ожидают каких-то бунтов массовых, как бы, к тому же, несмотря на то, что Портленд, он ультра такой либеральный город, там и вроде даже и правые экстремисты что-то заявили, какое-то шествие, ну, и, естественно, там выступят левые, поскольку, конечно, Портленд, как и штат Орегон, он именно либерально-демократический, эти вещи, они, в общем-то, их стоит опасаться, ну, в первую очередь, самим, конечно, американцам, и то, что как раз перед эфиром вас я смотрел, последние новости, то, что Трамп с таким заявлением в Твиттер, именно с таким, как вы упомянули, выступил, что наверняка попытаются украсть, ну, это примерно, я не помню точную цитату, но он сказал, да, в какой-то такой форме, что есть якобы риски, что могут украсть выборы, и здесь, конечно, здесь идет речь прежде всего о двух штатах, поскольку, ну, на данный момент по коллегии выборщиков, как я смотрел, лидирует пока Байден, но не подсчитаны в ключевых штатах по многих голоса, ну, Флорида, ага, я уже, как я понял, Трамп уже победил, это очень важные штаты, Северной Каролине еще идут по счету, но тоже вроде Трамп как близок к победе, а вот большим удивлением для экспертного сообщества являются сейчас два штата, это Пенсильвания, Мичиган, ну, еще Висконсин такой существенный штат, но именно в Пенсильвании, в Мичигане сейчас на данный момент показывается большое, существенное преимущество Трампа, но там именно проблема в том, что не подсчитаны будут бюллетени, которые были до выборов, и там, ну, опять же, все тенденции говорят о том, что, скорее всего, будет большое преимущество демократов, демократы делали особую кампанию, чтобы люди голосовали по почте, и здесь есть большие риски, Трамп, конечно, видит, что если он сейчас возьмет Пенсильванию и Мичиган, в котором на данный момент у него лучше показываются результаты, то его победа можно сказать, почти гарантированно так получается, хотя Висконсин еще там такой шпорный штат, но сейчас он видит, что действительно начну считать бюллетени, которые пришли до выборов, и в Твиттере он как раз заявил, что бюллетени, которые пришли, которые будут считаться после закрытия участков, они не должны учитываться, то есть он уже в какой-то мере дает понять, что если в этих штатах он не победит, то он будет, скорее всего, как-то оспаривать эти выборы, и здесь будет ли какая-то мобилизация сторонников, но я не думаю, конечно, что человек с таким уровнем ответственности как-то будет призывать, но сам электорат уже настроен агрессивно, потому что поляризация в Америке сегодня такова, как не было не близко, допустим, еще 10 лет назад, допустим, когда был Маккейн против Обамы, делились очень сильно голоса, но такой поляризации, как во время Трампа, ну и близко не было, сейчас действительно народ настроен выходить на улицы и участвовать в так называемой уличной политике. Спасибо огромное, Андрей Бердников, кстати, специалист по социальным протестам и защищавший работы в Соединенных Штатах Америки, политолог, профессор политических наук с нами был на связи, к сожалению, время вот наше подошло к концу, спасибо вам большое за комментарии, за анализ и до встречи, мы продолжим тему выборов в следующем часе.